Послание Якова, вот в этой святой книге, только прошу не ругаться, не материться и не курить в это время. Написано, бесы веруют, бесы, демоны, черти веруют и трепещут. Они веруют, а я не верю, человек говорит. А если веришь, ты верить должен Слову Божию. Что там написано? Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих написано. Иисус говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день, когда все воскреснут. А раз по нему будет суд... Нет, я же хочу объяснить простыми словами. Когда священник, поп, священник живет лучше намного в 20 тысяч раз, чем прихожанам. Понимаете? Не понимаю совсем. Меня это не касается. Чужие деньги считать. Это Ленин любил грабь-награбленную. Зачем? Ленин это вообще не человек. Я не считаю... Это демон в человеческом облище был. Да, я с вами согласен. Сто миллионов сожрали. И Сталин палач. И вообще коммунисты, которые не веровали в Бога, это вообще не люди. Я вот так вот тоже считаю. Ну вот ладно. Ладно. В данный момент я считаю, что церковь, она сейчас за счет людей хочет обогатиться. Но вы ее обогатили хоть чем-то, церковь? Если я хочу дать пожертвование, я... Да нет, при таком настроении вы не дадите. А сколько церковь делает благодеяния? Сколько кормит бездомных? Какие храмы строятся-то? А там еще считайте другие-то. У патриарха яхта. А у меня велосипед ржавый. Но у меня две голубятни, а у него ни одной. Мне на совести чистая никого не обманут. А он, может быть, плачет от того, что такая жизнь удалась ему? Мы сейчас разговариваем о вере. Мы разговариваем о церкви. Мы говорим не просто о вере, а о Христе Иисусе, который умер за грехи людей. Это по вере. Если ты веруешь, в него написано... Да, Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес. И воскрес. В третий день воскрес. И на третий день воскрес. А если человек в это не верит, он в грехах живет. Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Веровать в веру, а не в церковь. Церковь – это место. Не в попов, которые получают зарплату больше, чем обычно. А почему вы не видите, что большинство церквей не в городах, а в сельской местности сегодня? И священник концы с концами не сводит. Работает еще, нанимается на работу где-то. Это другое дело. Другое дело. Вот мы строим православную деревню. Мы. Единственная деревня в России, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. За свой счет строим дома. Нам никто квартиры не дает. Построили государственную школу за свой счет. Храм построили. Дороги делаем за свой счет. А брат у меня, родной брат, священник, у нас с тарелкой не ходят и ни за что не берут. Он держит овечек. Где я живу в Москве, вот здесь ходят с тарелкой. А если ты не положишь на эту тарелку... Я понял. Но у нас в церкви ничто не продается. Ни крещения ни за что деньги не берутся. Включено десятина. Больше всего еще ничего нет. И поэтому надо работать. Вот смотрите. Я исключил из своего лексикона слово проблема. Его вообще не надо говорить. А как так? Это американское слово. А я его заменил. Нерешенный вопрос. Вот дети. Выступает министр внутренних дел Нургалиев. И говорит. В стране, говорят, три миллиона беспризорных. Как в гражданскую войну. Ну я говорю, ну согласен. А что дальше? А что ты сделаешь? Мне, Бог мой, которому я молюсь семикратно в день, положил на сердце образовать детский лагерь. Взять на себя все это. И образовал его один лагерь. И сорок пять лет его начальник. И три года в новом формате. Сорок восемь лет. И ни рыбля, ни я, ни обслуга не получаем. Тысячи детей подняли. И у нас главный лозунг. Россия должна встать. Внизу. Россия. Это мы. И вот такие маленькие. Россия. Это мы. А нас гнобят и гнобят. Сорок лет. Власть. И ничего. Мы молимся за власть. За Путина. Надо избрать самые конструктивные. На самом деле, я искренне, искренне поддерживаю вас. Искренне благодарю вас, что вы сделали такое. Но на самом деле, ничто не переводит. Я не поменяю свое мнение. Вы не обидчивы? У вас вид такой глубоко обкуренного, как после Будуна. Ну, вы согласитесь, что вы ненормально сейчас разговариваете. И язык заплетается. А мы в рот не берем. У нас вообще этого нету. Не именуется. Я вас не обещать хочу сказать, что человек-пьяница укорачивает жизнь свою. Курящий 12 лет обрывает. И все в интернете, вот в рулетке этой поганой, сидят и пьют. Хоть что-то пьют. Я говорю, зачем пьете? Они не знают. Я говорю, за тем, чтобы погасить блудный огонь, который в гиене ждет в огне. Вот много здесь мусульман. 90% отащат рулетку мусульманская. Я говорю, а вы зачем? Ну, познакомиться. С кем знакомиться? У тебя дома 4 жены? За каждую колым. А здесь 44 голые даром. И вы, южные жеребцы, пашите на северных кобылах. Вот так. Так надо свободно жить, радостно. Говорят, проблема. Народ необразованный. Я не спорю. Но я иду одновременно. Преподавание веду в 5 университетах, 13 школах. На ваше здоровье. Слава Христу. Слава Христу. Мы говорим, Господь возвещает милость Свою долготерпение через Слово Своё. Но самая великая радость, что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Все верно. Как Ваше здоровье? А я на это отвечаю. Кто живет по этой книге, здоровье хорошее. Мне 81 год, я еще ни одной таблетки не съел. Дай Бог. Дай Бог здоровья. Дай Бог. Еще. Давай. Как говорится, старого Нового года не буду пожелать. Это не наш праздник. Скоро, как говорится, крещение. Да. Заранее с Рождеством Крещенским. Я хотел сказать вам, если у вас будут вопросы, или зайти на наш громадный-громадный Ютубе канал, называется «Во свете Библии». 19 тысяч роликов наших только. Как мы строим православную деревню с нуля. Первым делом храм построили. Школа. Давайте я сейчас прям подпишусь. Пишите. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Так. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Он найдет. А, вот, все, вижу. Такого нигде нет. Вы только зайдите там, где видео-то должно идти. Не на первую страницу. Сейчас у меня одновременно появилось 13 помощников. Раскубрили наш сайт. А сайт мой, сайт, не скайп. Он не имеет равных в интернете. Там 50 книг моим голосом насчитанное. «Библия», «Полностью творение Златоуста», «12 томов жития», «5 томов добротолюбия», «50 томов». Но я насчитал еще «Архипелаг ГУЛАГ», брал интервью репрессированных и на Ленина стихотворение написал. У меня 4 тома по 800 страниц стихов моих. И меня отправили по этапу. Я прошел 5 тюрьм и вышел. Теперь реабилитирован, конечно. Я вижу, подписался, все, 4,6 подписчиков. А полный просмотр, полный просмотр, 45 миллионов просмотров. Даже колокольчик поставил. Вот так. Если у вас будет желание встретиться, два слова запомните. Игнатий Лапкин. И по скайпу, скайп, вы меня сразу найдете. Я один на весь интернет с этой фамилией. Побеседа. Вы можете заранее приготовить вопросы. Вам будет интересно. У нас все записывается на пользу людей. Вот мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Первый разговор ведем. 31 тысяча сел в России порушено полностью. Мы единственные, которые получили статус официально. Государственную школу построили. Храм. Дороги сами выправляем. За счет скотин все работают. Мы показали, не Путин виноват. Как это собачье сердце говорит. Когда мимо унитаза пойдут, зина дарят. В нас самих это разруха. Вот я полностью истребил слово проблема. Я его исторг. А почему? Потому что это американизмы ничего не выражают. Я заменил его двумя словами. Нерешенный вопрос. Разрушаются деревни. Государства образующие, профессиональные какие-то люди исчезают. А мы берем с нуля. На это говорят. А вы знаете, беспризорных. Министр внутренних дел Нургалеев сказал 3 миллиона. Согласен. А что сделал? А что ты сделаешь? Проблема? Не проблема. Нерешенный вопрос. Я образую детский лагерь. Православный, трудовой. Один. 48 лет я. И в ином формате еще 3 года. 48 лет держу. Вот тогда много. Без помощи государства. Не рубля. Тысячи детей подняли. И у нас главный лозунг. Россия должна встать. Россия это мы. И вот такие вот. Тысячи детей. Я повторяю. Не рубля от государства. Значит вопрос ни в ком-то. За Путина за других молиться надо. Нам другого не дано. Не поносить патриарха, а молиться. Вот вопрос. Вот говорят. А народ не образован. Я не спорю. А что сделал? А что сделаешь? Я иду одновременно, веду занятия 5 университетов. 13 школ. 5 отделов милиции. Городское и краевое УВД. Все воинские части края. Заводы, фабрики. И 3 радиопрограммы. И температура поползла по другому графику. А как так? И все бесплатно. Повторяю. Бесплатно. Вот я вышел. А у нас преступность в стране. Нерешенный вопрос. Иду, работаю. Местность СИЗО. 3700 человек. И работаю 18 лет. Бесплатно. Выступаю. Иду по камерам. Узнаю на пасху. Даже покрасили яйца разрешают. У меня близкие отношения с прокурором края. Генерал-лейтенант. И мне везде двери открываются. И вот это место, где я нахожусь, оно одно такое на всю страну. А почему? Когда я освободился. В 87-м году вышел указ Президиума Верховного Совета всех политзаключенных выпустить. А я пять тюрем прошел. В лагере сижу. Выпустили не амнистия, а помилование. И только в 92-м, 4-го января, реабилитация пришла. Я иду и там работаю. А тысячи человек, говорят, пришли. Не знаю, не считал. Но люди меняют жизнь. Вот конкретный вопрос. Вы знаете, что евреи захватили власть в стране? Вы знаете, что они все везде... Знаю, знаю, я считал. А что делать? Как еще? Воевать надо? Какое? Окончательное решение Адольф Гитлер сделал, Сталин сделал. Где они? И какую силу они набрали? Почему? Слово Божие, говорит, не проклинать всеми Аврамовым. Я его благословляю. И поэтому я благословлен во всех отношениях. Вышло у меня 38 томов книг. Книги, каждая 752 страницы. И Бог положил мне на сердце. Все в пророческом духе. Мне студенты задают вопрос. На каждый вопрос отвечают. Что говорит Библия, называя глава стих? Что говорят святые отцы? Это 300 томов палеантов. Что говорят книга правил? 719 правил. И что говорят жития святых? 1173 биографии. И что говорит мировая поэзия? За 300 лет 300 поэтов. 20 тысячи шпайлов. Это все на нашем сайте. Вам будет... Все буду знать. Это сайт через гугл. Сайт. Также называется во свете. Во свете Библии Игнатий Лапкин. У вас все равно на ютуб канале это есть. Нет, этого нет. Это на сайте. На сайте. Запомните. Все, понял. И на сайте там все книги, аудио мной насчитаны. Государственные фильмы она снятая. Занявшая первое место на международном киноконкурсе. А мы себя никем не считаем. Я ничто. Я сейчас стихи мои считаю. Они там на песнопение положены. Я их не признаю своими. Это настолько выше моего уровня. Представь себе. 3467 стихотворений по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. А как это много нет? Это Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок. Так это меньше. А то у меня за 9 лет. А как? Никак. Я молюсь и в это время у меня как бы какая строка. Как бы. Я сразу на молитве ее записал. Покончили молитвие 35 строчек. И представь себе. Вот продают бумага 500 листов. И 7 пащек записаны. От низу до верху. И ни одной помарки. Так не бывает. Это как откровение Божие на все абсолютно темы. Почему? А я никто. Я немощный сосуд. А Господь говорит, в немощи творит свою силу. И вот вопрос. В немощи седатого. Да. И представь себе. С книгами с этими. Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. С Барнаула до Владивостока доехали мы. Лиссабон. Скандинавия. Прибалтика. Север Турции. 650 городов. И 650 библиотек подарили по полному комплекту. Один комплект 750 евро. По нашим деньгам на 35 миллионов рублей. При пенсии 8141 рубля 300 копейки. Это чудо из чудес. Это Бог делает. Если вы зайдете по скайпу Игнатий Лапкин, мы с вами опять встретимся. Хорошо. Счастливо. Здоровья. Как вас звать-то? Сергей. Сергей. Вы знаете, что такое Сергей? Это почтенный. Таким будьте. Дорогим и буду. Здоровья. Дай Бог вам. Да. Самое главное. Храни вас Господь, Сергей. Вас тоже храни вас Господь. Да благословит вас и ваше всего родство. Спасибо большое вам. У меня брат протеерей, и к нам в деревню 150 километров приезжает митрополит местный от Московской патриархии. Я думаю, таких митрополитов немного, как отец родной. Вот как. Все, приятно было с вами пообщаться. Всего вам. С Богом, Сергей. Храни вас Господь. До свидания. Продолжение следует.